всем привет с вами не черный копатель выбрался на свое поле ближайшее и не знал открыл старые карты оказывается здесь была мельница вот выбрался решил покопать ну сигналов 10-15 выкопал пуль старых не знаю какие в конце видео покажу и вот первая монетка выпала хочу посмотреть вместе с вами что это убитый совет убитый совет ну 20 20 копеек по всей видимости 31 там или как вот так копаем дальше не переключаемся итак еще один сигнал и вываливается монетка какая-то крупная что это у нас непонятно похоже на 5 копеек или 3 копейки не видно ладно копаем дальше помою потом покажу итак еще одна монетка на сегодня по ходу это х нет что-то советская опять же не видно ничего совет какой-то ну помою потом покажу начался дождик пора домой возвращаться может еще пару сигналчиков и буду закругляться не переключайтесь итак пару сигналчиков как я сказал копну один вот он железяка было а вторая вон она монитосик советик трешечка три копейки какой год не видно сохранчик неплохой 50 50 какой-то 57 ладно вот такая ладно помою потом все покажу идем дальше итак очередной сигналчик у нас выскакивает прям сверху монитосик вот здесь сейчас будем смотреть что это советик ранний ранний советик похоже на 2 копеечки да 2 копеечки блин ну года не вижу всем привет 4 ноября у меня получилось приехать покопать вот в такое место пару дней как прошел шторм огромный шторм вон сколько всего вынес туда аж волны доходили так что так в общем буду пробовать копать может что-то попадется интересно что будет попадаться интересно я не покажу шмурдяк разный буду показывать шучу конечно все не переключаемся итак есть первый сигнальчик вот такая вот штуковина значок какой-то раньше был для первого сигнала я думаю пойдет ищем дальше очередной сигнал металлический и вот она лежит вот ходячка 10 копеек не знаю как по звуку волны шумят где она 15 год 10 копеек ищем дальше итак вернулся я домой вышел опять на свое соседнее поле и сигнальчик у меня вот такой так отсвечивает ну могу сказать что это девяносто девять процентов что это пуля старые пули здесь попадаются с первой мировой или еще раньше они были это пуля точно так ну сейчас выкопаю покажу ну так выкопал я очередную пулю вот такие вот свинец 30 грамм помою потом покажу сколько их нашел есть в хорошем состоянии прям целенькие есть помятые и расскажу что я про них нашел информацию и так выскочила вот такая вот штуковина похоже на кольцо что ли разрубанное непонятно ну здоровенное здоровенное было если кольцо ладно дома помою посмотрю покажу копаем дальше и так подводим итог моих выходов на соседнее поле больше ходить может быть уже не буду в этом году а может быть буду погодка у нас сегодня вот такая получилось первый снежок у нас можно в принципе ходить что-то заболел сейчас на больничном так ну иду на поправку вот результат моих выходов выходил я раз раз шесть по два часа где-то один раз четыре часа был и попалась мне четыре монетки это была царская двушка пятерка два цалек и две копейки 66 по-моему так я не забыл ну ладно так первый раз выкопал рубль вот такой с лениным не снимал села батарейка у меня к сожалению вот это тоже не снимал лежала сверху на траве вот прям просто вот так глазами увидел так двадцать алик сорок пятого ну что их так показывать все их видели и не один раз у себя в руках наверное тридцать второй вот такую неплохие состояния у всех кроме пятачка пятачок конечно в состоянии ближе к нестоянию трешечки помылись тридцать первый год сзади тоже неплохая пятьдесят седьмой уже не не самые худшие один царек попался почему один не пойму место старая старинная была мельница там вообще в том районе было много мельниц по карте тысяча восемьсот сорок какого-то года не помню но там где было большое скопление мельниц там уже все заселено стоят дома в том числе и мой дом стоит стоит на месте вот попалась не часто двушечка шестьдесят шестого года так ну самая дорогая монетка у меня это вот где же фокус где же фокус где же фокус состоянии конечно так себе но ничего пойдет так по пулям по пулям по пулям так вот вот такие пули у нас так ну расскажу то что я узнал за эти пули быстренько сначала стреляли вот такими пулями дальность у них была в районе 300 шагов дальность поражения потом французы придумали вот такие выемки и такую форму цилиндрическую уже за счет этой выемки пуля расширялась в дуле и разгонялась быстрее и летела уже на 700 шагов да пули конечно были тогда это 20 грамм а нет это 30 грамм весит свинца а вот это пуля не есть нет не слера это вот вот это петерса вот эта пуля 50 грамм свинца представляете что было с человеком или с чем эта пуля столкнется вот с землей сталкивались вот что превращается это по весу я отвесил это шарик так вот эти вот штуки первое мне попалось за все время моего копания с надписью новорост цемент оказывается это что-то с цементом связанные а я думал с крышами связанные были эти штуки так вот это кольцо не кольцо непонятное что-то металл отслаивается отслаивается так вот такие какие-то шарниры попались там была земля внутри я вымыл вот так может кто знает подскажите что за шарнир не знаю так пуля 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 сносить за эту пуль еще не читал не знаю ничего не могу сказать вот такая ножище выпало сантиметров 40 лежал что это большое ли у него было продолжение или нет интересно толщина и вес конечно внушительные у него и вот такая вот чугунина выпало непонятно тоже что не знаю что это какой-то прилив вон каемка какая-то может кто знает подскажите так ну вот такое не ожидал я от этого места вообще ничего раньше пока карты не увидел что там мельница была даже и в мыслях не было туда ходить оказалось вот так ну все всем пока до нового сезона читайте карты ищите новые места удачи под котуху все пока пока и так не все что планировал сказать сказал рано отключился по поводу видео там где я копаю на пляже вот ничего толком не нашел один алюминий еще несколько черного металла куску разных все больше ничего подходил ко мне попать местный сказал что тут делать нечего ну и он угадал я после этого еще часа два копал только алюминий вот слитках с костров это после шторма ветки вот эти грёвна выносят на берег их собирают кучи люди и палят ну и так какой мусор попадается все это в кострах палится этот алюминий палится и он по всему пляжу короче вот он сказал нужно ехать другое место там пляж побольше ну прибор у него посерьезнее чем у меня у него да вот говорит что находил и советское золото находил и российское находил ну мне пока не повезло кстати на новогодние праздники поеду буду еще пробовать может что и попадется сниму видео выложу посмотрите конечно очень хочется чтоб так было так ну ладно всем пока удачи под катушку до свидания до свидания